Друзья, всем здравствуйте! Всех с наступившим Новым Годом! Здоровья, счастья, успехов, творческих идей и всего самого хорошего вам в этом году! Я обещала вам, что после Нового Года выйдет вторая ступенька нашего видеоролика. Я говорила, что готовлюсь сейчас к интересному проекту и что к этому проекту мы с вами будем идти по ступенькам. Ну так вот, первая ступенька у нас была по работе с литиевыми пластиками и силиконами. Кто не видел, ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео. Сейчас у нас вторая ступенька. Я не зря поставила здесь тумбу. Это тумба от советской мебели, низ от советской мебели. И сегодня мы будем работать даже не с этой тумбой, а с самим низом, с ножками, ребятушки. Все хорошо в советской мебели. Ну, по крайней мере, это моя точка зрения. Все хорошо, она надежная, она крепкая, качественные материалы, ножки. Ну, вот, если раньше я работала в советской мебели, я старалась заменить ножки. То есть я покупала гнутые ножки, старые убирала, подставляла уже сюда красивые гнутые ножки. Но стоят они недешево. Все знают об этом. Вот. И, в общем-то, я очень долго думала, как выйти из этого положения. Я придумала. И сегодня я буду с вами этим делиться. Мы с вами немножечко украсим, переделаем эти ножки. И они у нас будут красивые, гнутые, ну, визуально гнутые, в общем-то, и нарядные. И расскажу вам, как я это сделаю. Значит, смотрите. Показываю. Несколько вариантов. Как бы мне их так расставить, чтобы вам все видно было. Так. Так. Вот так. Ну, а вот это можно сделать под шкаф. Под советский шкаф. Там же тоже такие прямые ножки. То есть, вообще, я это делала консольку. Вот, глядя на нее, что-то в моей голове щелкнуло, и я подумала, опа, а почему бы не сделать такие ножки. И поехала дальше уже вот по этим вариантам. В общем, вот такие четыре варианта. Сделано все из подручных средств. Все легко и просто, ребят. Ну что, начнем. Буду делиться своими секретиками. Поехали! А сейчас я хочу вам показать более подробно, как работают эти ножки. Я сделала не просто ножку, я сделала ножку кожух, чехол. То есть, мы можем менять эти ножки в зависимости от того, как мы это хотим. Вот, допустим, взять вот эту ножку. Вот у нас стоит основная нога. Нам нужно всего лишь положить нашу мебель на спинку. И одеть нужный нам чехол. Вот он. Вуаля! Ножка наша готова. Надоела нам эта ножка. Да, ради бога. Мы ее снимем и оденем вот такую. Да, пожалуйста. А это надоело. Никаких проблем. Снимаем эту. Одеваем вот такую. Вы можете по своей фантазии, по своему вкусу, как вы видите свои ножки на мебели, так же сделать. Вот такими кожухами. Сейчас мы с вами более подробно пробежимся по всему этому. И я расскажу, из чего это было сделано и как. Я положила нашу тумбу на спинку. Теперь поближе подвигаю камеру. И поехали. Вот смотрите, у советской мебели все собирается, в общем-то, легко и просто, как конструктор. Ну, именно вот этот каркас с ножками. Тут просто не закреплена, она болтается. Вот она ножка. Что мы делаем? Прежде чем открутить и снять ножку, я взяла фломастер. Вот такой, который не стирается на пластике. И провисовываю вот так. На ножке именно отметку, где у нас идет соединение с основной вот частью каркаса. И сбоку, вот здесь, также прорисовываю на ножке. Затем вот так. И вот так. Мы отрисовали на ножке высоту нашего каркаса и длину. Теперь мы откручиваем. Снимаем. Чтобы не потерялась, все это прикручиваем. И вот наши отметины, как проходят соединения. Вот так. Вот так. Здесь у меня уже запачканная ножка немножко, потому что я работала с этой ногой. Вот они, видите? Сейчас ближе покажу. Вот они, наши отметины. Далее, что мы делаем. Я беру обычную пищевую пленку. И оборачиваю ножку обычной пищевой пленкой. Сейчас я вам объясню, для чего это. Пока вот это вот все сниму. Достаточно. Вот таким образом мы с вами обернули нашу ножку пищевой пленочкой. Для чего? Мы создали как бы внутренний кожух. Сейчас мы все это будем обклеивать либо газетой, либо бумагой. В общем-то. И не боясь, что наша бумага приклеится к ножке. То есть здесь от пищевой пленки мы легко можем ее снять. Мы сейчас будем создавать с вами кожух. Покажу, как это будем делать. И через пищевую пленку мы видим вот наши отметины, где наши стыки. Здесь мы не будем приклеивать, вот в этих местах, мы не будем приклеивать этот самый газету либо там бумагу. Ну что, мои хорошие, начинаем колдовать. Значит так, ножка наша обернута пищевой пленочкой. Пленка нам больше не нужна. Теперь нам понадобится обычная газета, кисточка, ножницы, вода и клей ПВА. У меня столярный. Ну, желательно столярный, потому что мы будем делать кожух, а кожух должен быть крепкий. Я налила вот в такую емкость немножко ПВА. Чуть-чуть подразбавлю водичкой, так, чтобы он не совсем густой был, потому что клей ПВА столярный, он густой. Чуть-чуть пожиже сделаю его. Нарезаем нашу газету на полосочки. Где-то в 3 сантиметра шириной. Итак, полосочки наши нарезаны. Теперь мы их собираем вот так вот. И режем прямоугольнички. вот такие вот небольшие. Сантиметра по 4. Вот такие прямоугольнички у нас с вами получились. Теперь мы начинаем обклеивать ножку. Не забываем, что нам видно кантик, где мы отметили фломастером, где проходит наша линия, которую не надо обклеивать газетой. Начинаем прямо вот так вот промазывать кисточкой, клеем ПВА. И обклеиваем газетой. Сначала проходимся по ребрам. Внахлёст друг на друга прям закончил. Вот наполовину предыдущей, предыдущего кусочка газетки я вот наклеиваю следующий. И вот так вот опять. Пальчиками выравниваем, всё придавливаем, так, чтобы они плотненько прилегли к нашей пищевой плёночке, наша газета. Сейчас пройдусь это ребро, потом это ребро, затем это ребро и это. Потом посередине всё это проклею. То есть создаю полностью кожух из газеты. Обклеиваю полностью газетными листочками. Затем отправлю сушиться, когда высохнет. Я вам покажу. Пока обклеиваем всё. Всё, обклеила ножку. полностью. Вот это расстояние, которое мы отметили фломастером, я не заклеивала. Теперь отправляю на сушку. Высушиться. Потом расскажу, что будем дальше делать. Первый слой нашего кожуха высох. Мы делали из газеты. Второй слой мы с вами будем делать из бумаги. Вот такой вот, от картона. Я беру обычный гофрокартон. Вот обрезки у меня такие есть. Я, в общем-то, просто снимаю верхние слои. И вот этой бумагой я буду обклеивать. Бумага достаточно тонкая, но плотность у неё гораздо больше, чем у газеты. И у нас будет такой тонкий, но очень прочный кожух. Вот сейчас я нарву вот так вот этой бумаги от картона. И, в общем-то, обклею вторым слоем. Итак, ножка наша высохла. Всё. Теперь что мы делаем? Обрезаем излишки вот тут вот. И по ребру, по заднему ножке мы с вами разрежем весь этот чехол, чтобы мы могли его снять. канцелярским ножиком. Вот. Таким образом. Чехол наш, видите? Форму сохранил. Держится, вытаскиваем. Нашу пленку, она нам больше не нужна. Вот что у нас с вами получилось. Одеваем опять на ножку так же. И теперь наш разрез мы с вами заклеим бумагой. Сильно шов не стягивайте. Наоборот, немножечко надо как бы чтобы он посвободнее был. Во время склеивания несколько раз вытаскиваем ножку, засовываем обратно. Для чего? Чтобы тут сквозь наш разрез попадает на ножку клей и может приклеиться. Поэтому несколько раз вот вытаскиваем, тем самым мы как бы немножечко больше делаем сам чехол, кожух, чтобы он посвободнее заходил в ножку. Ну все, закончила. Не забывайте, во время склеивания шва несколько раз вытаскиваем ножку, потому что приклеивается, потом будет тяжело вытаскивать. И во время сушки, пока будут сушиться, несколько раз подходите, снимаете, потому что как только высыхает бумага, она сужается, то есть сжимается и потом вы с чехла ножку уже не вытащите. Это и в том случае, если вам нужен съемный чехол. Если нет, то в принципе и на ножке можно декор сделать сразу. Ну что, шовчик наш подсох. Продолжаем дальше ножечку преображать. Теперь нам нужно будет ее пошпаклевать. Я шпаклевать буду вот такой шпаклевкой латексной. Можно вот такой ВГТ универсальная акриловая. Но она у меня закрыта, а вот латексная начатая. Поэтому я и прошпаклюю все. Мастихинчиком аккуратненько мы все это шпаклюем. Сейчас прошпаклюю всю ножку, дам ей высохнуть, а потом будем шкурить. Зашпаклевали, шпаклевочка наша высохла. Одеваем кожух на ножку. 120-ка наждачная бумага и начинаем шкурить, так, чтобы гладенько все было. Ошкуриваем полностью весь кожух наш и потом продолжим. Покажу, что будем делать дальше. Итак, мои хорошие, мы с вами сделали два. Вот я сделала уже два кожуха. Это как бы простые, скажем так, для вот таких вот ножек. Вот. Дальше мы будем украшать, но сначала мы сделаем еще один кожух, это более сложный, то есть делаем такой же кожух, вот я уже сделала на ножке, обклеила, но видите, еще не разрезала и не снимала. Это я буду делать в последнюю очередь. Нам нужно сделать вот такой вот объем. Вот. Делала я его из обычной баклажки. Вот. Вот такая вот баклажка. Сейчас мы будем измерять примерно, как я хочу, какую высоту. то есть нам нужно будет вот эту часть срезать и вот здесь где-то примерно вот такую вот часть нам надо будет срезать. Едем дальше. Отрезала, разрезала пополам. У баклажек всегда есть вот такие отметки, где она соединяется пополам. то есть по этой отметке разрезала просто пополам. Теперь берем нашу ножку. Не забываем, что вот от этих отметок, от этих ребер и немножко с припуском на 2 миллиметра от ребер с припуском на 2 миллиметра вот сюда вглубь ножки. Будем рассчитывать, как будет выглядеть наше вот это вот увеличение верха. Выставляем, подгоняем, просто смотрим. я отмечаю, я отмечаю расстояние, вот так и вот так. Это сколько нам нужно отрезать. Вот это вот отрезаем. примеряем опять. Вот так вот. Теперь что? Теперь вот эту часть баклажки мы с вами будем обклеивать так же, как мы обклеивали ножку, обклеиваем газетой. для того, чтобы она не деформировалась, она видите, как скрючивается. На вторую часть отрезанной баклажки я ее просто накладываю вот так вот и начинаю сначала обклеивать нашу внешнюю часть. Обклею внешнюю часть, дам высохнуть, она уже будет держаться каркасом вот именно вот на таком диаметре. А потом буду обклеивать внутреннюю часть и тоже сушить. А потом мы с вами вернемся и покажу, что будем делать дальше с ножкой обклеенной вот частью баклажки. Высохла наша заготовочка. Вот с двух сторон я ее обклеила. Жесткий такой каркасик получился. Теперь что мы делаем? Мы будем приклеивать нашу заготовку к двум вот этим вот ребрам. Вот сюда и вот сюда. Поставим так, чтобы она у нас никуда вверх не уезжала. Сначала приклеиваем одну сторону. Можно на скотч приклеить, но на скотч она не очень хорошо держится. Поэтому ну то есть можно просто оторвать скотч и вот так на скотч сюда посадить. Вот. Но ездит и мне не очень нравится. Поэтому я креплю сначала вот таким клеем клей момент вот такой вот быстрый или секунда как он там называется разный. У меня вот такой сейчас поближе покажу вот вот такой он тоже как секунда такой быстро схватывает вот на него и сейчас и как бы на живу теперь со второй стороны первую чуть придерживаю чтобы не отошла выставляю вторую и точно так же проклеиваю все схватился схватился и у нас видите получается вот такой вот объемная тут объемный верх сейчас мы начнем потихонечку вот так вот сглаживать с вами верхний объем чтобы он у нас плавненько перетекал в ножку дальше смотрите что будем делать вот обычная фольга в любом магазине продается я начинаю формировать из этой фольги как бы плавный переход наши ножки вот видите как чтобы она никуда не соскочила чуть-чуть тут вот тоже клеем пройдусь как бы закреплю ее вот теперь дам высохнуть все это дело подровняю все вот так и начну обклеивать уже бумагой от картона полностью все начиная вот отсюда выравнивать чтобы у нас плавненький переход был плавный вот и вот этой бумагой всю вот эту часть всю верхнюю обклею все сейчас полностью обклею это и мы с вами вернемся все ножка наша высохла вот обклеила я вверх дала просохнуть просушила все вот что у нас получается так вот на этом этапе теперь будем здесь надрезать и снимать кожух снимем кожух вытащим пленку и опять этот шов заделаем такой же бумагой вот ребятушки вот наш кожух пищевую пленку убрали снова одеваем на ножку и вот так не сильно сдавливая проклеиваем опять с бумагой и так друзья значит под вот эти ножки мы с вами заготовки сделали под вот эти вот они три ножки такие вот они у нас заготовочки под эти ножки сейчас мы пока уберем стороночку и сделаем заготовку под вот такую ножку под шкаф с коротенькими ножками либо это может быть консолька которую можно повесить на стену сзади сделать отверстие под гвоздик повесить на стену и здесь либо какую-то статуеточку либо какой-нибудь подсвечник красивый вот над кроватями ну вот я сделала в бордовом цвете можно в белом но в каком угодно вам ну в общем такие вот консольки полочки либо ножки под шкаф что угодно у кого как фантазия сработает сейчас мы будем делать заготовочку под вот эту консольку ножку значит у меня была баклажка вот такая от пепси или от колы я отмерила 15 сантиметров высоту и отрезала отрезала затем сделала еще две отметочки по бокам чуть больше половины нашей баклажки чуть больше так вот что у нас с вами получилось вот такая вот заготовочка теперь мы ее точно так же как вот эту вот обклеим газетами и снаружи и внутри при обклеивании чтобы у нас не деформировалось вот видите какая она значит обклеиваем газетами и укладываем вот так вот на баклажечку и тогда и отправляем сохнуть и когда высохнет у нас будет вот такой вот ровный полукруг за счет того что вот этот каркасик будет держать ровно едем дальше ребятушки высохла наша заготовочка вот обклеенная вся стала она жесткая такая каркасик жесткий следующим шагом у нас будет сделать задничек к нашей заготовке у меня обрезки картона обычного гофрокартона я я вот так вот выкладываю и карандашиком обвожу обратите внимание вот здесь мы с вами оставляем расстояние вот от носика бутылочки наши оставляем расстояние потому что мы здесь немножечко с вами удлиним вот как здесь я покажу как потом вот я обвела теперь выравниваю аккуратненько наш контур и вырезаю его ножом у меня вот такой вот у вас может быть какой-то другой но очень удобно фигурные резы делать именно вот таким вот ножом покупаю в строительном магазине или в магазинах для творчества тоже такие есть все значит вырезала я сделала три заготовочки такие две я сделала из гофрокартона одну заготовку из переплетного картона для усиления гофрокартон но он все равно такой не очень надежный материал в плане того что если допустим как вот в этом случае если это будет консоль и на заднюю стенку делать прорезь для того чтобы держалась она на стене на гвоздики там или на каких-то креплениях вот здесь нужна усиленная стенка из просто гофрокартона такого не получится он лопнет где-то продавится вот поэтому третий заключительный слой я сделала переплетный картон он плотный он жесткий он надежный сейчас я все три детальки между собой склею клеить я буду на вот такой вот клей для дерева у кого-то может какой-то другой клей можно на кристалл момент приклеить можно на гель момент приклеить но в общем-то можно на клей пистолет у кого что есть просто на обычной пыва не клейте не очень хороший клей но в плане того что нам нужна конструкция такая надежная клей пв обычный канцелярский он не особо надежный это так для детских поделок немножечко чтобы подать самое подветрился а потом складываю обе половинки и они плотно прилегают друг к другу потом третью намажу также между собой склею и положу под пресс на часок пускай хорошо схватится все бутербродик наш склеился теперь будем приклеивать его к задней части нашей заготовки выравниваем здесь по уровню чтобы ровненько встала приклеивать буду наклеить пистолет сейчас проклею с этой стороны потом выровняю и проклею с этой стороны лишнее аккуратненько ножом срежу вот этим потом раз если что было ровненько и все это заделаю чтобы задник у нас был аккуратненький но сейчас все покажу сейчас склею мы с вами вернемся и покажу дальше все приклеила теперь возьму ножичек и лишнее аккуратненько вот срежу все уберу так дальше смотрите сейчас я вам показываю пример как сделать вот такую консоль вот это консоль для того чтобы сделать ножку такую мы сделаем все то же самое ребят только вот здесь вот в этом месте мы больше отрежем когда мы будем отрезать баклажку мы не до конца носика отрежем а вот этот носик вот так вот срежем чтобы у нас заходила ножка вот вовнутрь тогда она у нас будет если здесь будет больше срезана то есть соответственно у нас больше здесь будет место куда пройдет ножка и тогда ножка вот у нас проходит сюда а вот это вот все этот объем сохраняется здесь это для коротеньких ножек для шкафов вот проходит ножка и тогда вот это вот лишний этот картон не нужно будет мы вот так отрезаем и просто вставляем ножку дальше украшаем здесь наш верх здесь сейчас я вам показываю именно в варианте консоль так здесь приклеили задник дальше вот здесь сейчас будем формировать наконечник с помощью фольги вставляем в отверстие фольгу и начинаем формировать наконечник в виде капельки если мало будет берем еще немножечко вот смотрите получилась вот такая у нас капелька вот сюда мы вставляем лишнее вот здесь вот все сейчас срежу отмечу карандашиком и лишнее отрежу вот таким образом это мы сейчас с вами приклеим на клей вот что у нас с вами на заготовке получилось вот это вот сейчас я аккуратненько обклею бумагой газеты аккуратно также здесь мы обклеивали также здесь и все это сейчас обклею высохнет а дальше все это зашпаклю и только нашу вот лицевую часть здесь я ничего не трогаю все ребятушки обклеила здесь бумагой зашпаклевала все все наждачка прошла все гладенько теперь нам нужно делать вот эту часть столешницу как мы ее будем делать я взяла картон гофрированный представляю вот так вот его обвожу карандашом затем от этой части которую мы обвели откладываю по четыре сантиметра отложила по четыре сантиметра сюда вперед взяла циркуль воткнула нашла середину здесь воткнула и провела вот полукруг и вот таких вот деталек нам нужно две штуки из гофрокартона и одну штучку из переплетного картона ровную я объясню все для чего дальше и две детали нам нужно будет сделать отложить также мы от отрисовываем основание наша и откладываем сюда уже три с половиной сантиметра значит три детали по 4 сантиметров отложены две детали три с половиной сантиметра отложены и вырезаем две детальки такие три такие все вырезала я значит три детальки с отступом по 4 сантиметра две детальки с отступом по три с половиной для чего я это сделала все детальки между собой будем склеивать и вот здесь у нас когда мы приклеим эти две детальки у нас будет вот такая вот красивая ступенечка вот как здесь видите вот так вот не просто одна столешница тут вот как-то вот красиво поэтому здесь сделаю то же самое значит сейчас склею вот эти четыре детальки вместе затем пройдусь здесь по торцам бумагой знаете какой либо салфетками либо туалетной бумагой буду обклеивать потому что газеты либо вот такой вот бумагой от картона будет сложно здесь проклеивать пока она размочится пока она ляжет как надо в общем больше картон размочится чем бумага быстрее вернее и будет деформироваться нам это не нужно поэтому мы сделаем здесь вот либо туалетной бумагой пройдемся закроем вот эти торцы либо салфетками обычными вот ну салфетки вытирать руки все это такое вот затем дадим просохнуть и зашпаклюем все это и в конце только я буду приклеивать наш переплетный картон вот сюда вот на верхнюю столешницу для чего для того что чтобы у нас была гладкая столешница все мои хорошие обклеила прошпаклевала от шкурила сверху приклеила наш этот самый картон переплетный на столешницу теперь нам нужно будет нашу столешницу прикрепить к нашей ножки каким образом чтоб все у нас было ровно значит смотрите здесь отмерила вот это расстояние нашла середину здесь отмерила это расстояние нашла середину отметила вот две отметины так чтобы они совпадали и тогда у нас с вами будет ровненько посередине приклеенная ножка к столешнице вот так вот можно приклеить на клей пистолет можно приклеить может быть на клей момент я буду клеить на вот этот клей есть конечно погрешности где-то плотно прилегло к столешницу наша ножка где-то есть вот не знаю видно вам не видно здесь как расщелинка такая все это будет аккуратненько прятаться декорироваться то есть это не видно будет ничего страшного все приклеилась вот что у нас с вами вот такая заготовочка получилось вот будем декорировать ее будем красить и посмотрим на выходе так смотрите теперь по торцам вот здесь здесь я тоже буду прятать под красивый кантик вот такой у меня есть молд и я буду древесной пастой вот так вот выкладывать этот молд сюда либо древесной пастой либо пластиком посмотрим в общем это пока откладываем стороночку и давайте-ка мы с вами закончим наш декор ножками подекорируем ножки а потом в конце мы с вами задекорируем нашу консоль итак мои хорошие давайте вот начнем декорировать первая ножичка у нас будет вот в таком виде да то есть такая вот с баклажкой работать буду с несколькими материалами работать буду с литиевым пластиком фирмы коспол это для мягкого изделия то есть для эластичного потому что мне нужны будут декоративные элементы которые будут ложиться на сложную поверхность то есть изгибаться для этого буду использовать вот такой вот пластик 60 на 40 здесь значит льется 60 процентов пластика 40 процентов отвердителя но для того чтобы не был я получила эластичное изделие я буду брать 75 процентов пластика и только 25 процентов отвердителя также я буду работать с древесной пастой это я уже отложила в коробку покупаю я в больших объемах 25 килограмм ребят меня спрашивают где я беру там древесную пасту я там где я беру в общем-то в маленьких объемах не продают идет от 25 килограмм навряд ли кому-то из вас понадобится но 25 килограмм я работаю много поэтому мне нужны такие объемы вы же можете забить в интернете купить древесную пульпу и выйдет масса вариантов на покупку древесной пульпой разной массы вот по поводу литьевого пластика этот пластик фирмы коспол я покупаю его у производителей ссылочка на этих производителей у меня будет в описании под видео также вы можете применить мой промо код на покупку этого пластика где вам будет скидка очень хорошая все это будет и значит описание как применить мою скидочку тоже будет внизу под описанием видео вот и как работать с этим пластиком у меня есть на канале вы можете пройти посмотреть этот видеоролик там очень подробно я рассказываю про то как работать с литьевыми материалами именно с пластиком и силиконом ссылка на этот видеоролик будет в описании под видео ну а теперь мы с вами приступим декорации нашей ножки значит вот декоративные элементы у меня очень много молдов всяких вообще у меня большая коллекция также отвечаю сразу на вопрос где я покупаю декоративные элементы для молдов ребят я не покупаю где-то в одном месте у меня так вот я просматриваю где-то в интернете я смотрю что-то попадается я покупаю либо на строительных рынках где-то в леруа мерлен я беру в общем там где покупку попадается мне там я и покупаю какого-то определенного магазина нет такого чтобы я пошла и вот именно там я покупала вот в общем я взяла несколько вариантов тут вот молдов и вот из них мы с вами сейчас будем создавать композиции для декора наших ножек значит первое что нам нужно будет мы будем применять вот этот вот этот вот декоративный элемент он вот такой у меня большой мы его полностью применять не будем будем брать какие-то фрагменты из этого молда вот и будем применять что у нас тут с вами и будем применять мы вот такой вот брать мы будем так нет не этот вот этот вот наверное да вот отсюда мы с вами будем брать на нашу ножичку за корючку вот а здесь здесь мы будем брать это вот отсюда вот эту вот эту часть в общем отовсюду понемногу и поехали и так ребятушки значит первый элемент вот этот мы будем брать вот с этого с этого молда вот он у нас соответственно закладывать мы будем только вот эту часть закладывать будем древесной пастой когда очень много работаешь с молдами силиконовыми от древесной пасты так как там содержится астон немножко подразъедает все таки наш силиконовый молд и иногда начинает прилипать паста уже после частого использования пасты иногда начинает прилипать к молду поэтому я вот силиконовой смазочкой пробрызгиваю перед работой молд и тогда наша древесная паста легко отстает от молда вот или я покупаю либо в магазинах где для автомобилей все запчасти продаются а вот эту я купила в светофоре и мне очень понравилась дешевая такая смазочка это но работает она очень хорошо и на с древесной пастой что такое древесная паста и более подробное видео как с ней работать из чего она состоит у меня есть на канале видеоролик где подробно все рассказываю показываю ссылочка на этот видеоролик будет внизу под описанием видео кому интересно проходите смотрите поехали закладываем вот что у нас с вами получилось лишнее мы сейчас отрежем итак нужно нам выложить вот сюда вот таким образом но чтобы здесь создать объем вот видите как здесь нам вовнутрь что-то нужно подложить сейчас мы с вами поколдуем возьмем обычную фольгу и сформируем с вами что-то типа вот такой вот горочки просто вот обычная площадочка такая более возвышающийся вот теперь мы укладываем с вами наш молд и ровняем вот таким образом видите вот тут вот объем стал больше за счет того что древесная паста очень мягкая такая податливая и тем самым как бы она все равно не теряет свою форму если мы допустим в руках вот пока ее укладываем то есть все рельефики она сохраняет самое главное сильно неё не давить не нужно так ну что ребятушки начинаем приклеивать наш вот такой вот декоративный элементик сюда приклеивать я буду на вот такой клей момент резиновый можно на клей момент кристалл ну вот что-то из серии моментов я на эти клей на такой клей клею держит хорошо мне нравится приготовила я вот уже свою бульбочку и вот так вот я у кого нет такого инструментика ведь как хорошо сделались лепесточки можно бусинку не бусинку а бусину какую-то круглую на спицу или шпажку сделать и вот ей так вот поработать вот таким образом вот что у нас с вами получается здесь мы тоже придавливаем все декоративные вот эти вот элементики все концы всего придавливаем чтобы нас все смотрите если мне кажется что рисунок не такой четкий как не хотелось бы то я беру просто допустим какими-то инструментами у кого что есть вот и прорисовываю вот понемножечку вот так вот продавливаю то есть рисунок делаю более рельефным и глубоким аккуратненько без фанатизма это в том случае если мне хочется рельеф чтобы был глубже вот таким вот образом сейчас дам высохнуть и немножечко буквально минут 10 пускай полежит подветрится потом будем делать нижнюю часть ножки покажу как так ребятушки подсохла едем дальше теперь будем оформлять низ ножки видите у нас тоже такой вот выгнутый значит низ мы будем брать с вами с другого молда вот отсюда я уже посмотрел откуда я брала вот у меня вот такой вот декоративный элементе я сделала из него молд кстати вот сразу показываю как у какую усадку дают у меня спрашивали строительный силикон какую усадку дают ну то есть если изначально он был на всю длину то теперь вот в общем то вот такую усадку дал строительный силикон тут даже по декоративному элементу видно насколько он дает усадку на сантиметр точно дал усадку ну ладно мне это не критично как бы поэтому теперь я закладываю мне нужно только верхняя часть скажем вот так вот вот так вот вот сюда вот на половинку так я и буду закладывать нашу древесную пасту так вот такой у нас лепесточек мы его убираем в сторону теперь нам нужно создать объем вот здесь тоже на наши ножички вот здесь как я его сделаю берем не мешалось я беру обычный переплет никого и гофрокартон располагаться должны вот располагать его так чтобы вот он гнулся вот так вот то есть вдоль сечением картона мы с вами сейчас сделаем следующие ножницы так вот отрежем просто сгибаем делаем вот такую вот колбасочку трубочку небольшую большую не надо то есть сейчас я вам скажу толщина моей трубочки один сантиметр два миллиметра вот вот такая вот 1 и 2 сейчас я и тут проклею чтобы она держалась теперь берем нашу ножку приклеивать вот так вот будем ребятушки да очень удобно работать когда ножка ездить вот так мы будем приклеивать и на нее сверху накладывать вот так вот нашу ножичку ну что ребятушки вот наклеила я нашу нижнюю часть ножки вот что у нас получилось так вот теперь теперь нам надо спрятать вот эти вот некрасивые выступающиеся части картона как мы это сделаем можно знаете можно взять толстую нитку какой-нибудь и вот скрутить здесь и приклеить но я немножечко по-другому я беру кусочек древесной пасты выкатываю колбаску вот так вот в общем то скручиваю и улиточкой приклею но вот эти вот выступающиеся части с одной стороны и с другой стороны тоже самое так вот у нас будет красивенькая улиточка с одной стороны и с другой стороны все приклеила с обоих сторон пускай подсыхает красить будем в конце уже сейчас мы все оформим с вами а потом все покрасим вот ну что ребятушки убираем сторонку теперь этот вариант и приступаем к следующему вот такой вот здесь я кожу ходила в ножку чтобы удобнее было и не боясь могла надавить на наш кожух так теперь что для этого варианта нам понадобится вот такой вот декоративный элемент и вот такой сделала я это из пластика значит первый раз я вам поставила не тот пластик показала то для жесткого изделия вот это для мягкого изделия литьевой пластик фирмы коспол если мы значит наливаем 75 процентов пластика и 25 процентов отвердителя у нас на выходе получается мягкое такое эластичное изделие вот смотрите гнется как хотите вот она вот вот и вот это вот мы будем сейчас вот этот элементик приклеивать на нашу ножку почему из пластика решила сделать они из древесной пасты можно было конечно из древесной пасты но ребят тут я перестраховалась потому что слишком большой зазор вот здесь вот вот здесь вот и при высыхании при высыхании все таки древесная паста если она не лежит элемент из древесной пасты если он не лежит на ровной вот такой вот поверхности то есть не полный не вся его площадь приклеена к поверхности а только как вот в этом случае то он хрупкий но это ножки понимаете вот стоит ножка но прошли где-то ногой бат задели и древесную пасту можно сломать можно сломать но и тем самым как бы вы испортите вид ножки а с пластиком ничего не будет то есть он у нас очень прочный материал и поэтому сюда решено было сделать в общем-то именно из пластика вот такую вот декоративную декорашечку приклеить вот ребят на что приклеивать на что можно клеить пластик пластик можно и на клей пистолет приклеить можно наклеить момент приклеить вот можно на такой клей приклеить мне больше всего нравится в чем я уверена что будет держать сто процентов значит это титан вот такой вот двухкомпонентный клей либо вот такой вот клей гвозди это именно вот для в общем для пластика керамик жесткий пвх штукатурка стекло вот тоже вот такие вот такой клей значит но сейчас я не буду открывать он еще новые не буду клеить буду сейчас вот на вот этот клей значит что мы делаем мы делаем так сюда мы наливаем клей здесь сюда чтобы не промахнуться и про и пробрызгиваем значит активатором вот эту часть вот эту часть а здесь вот эту где работать конечно с ним надо быстро это клей такой прям знаете если приклеился то все намертво ребятушки поэтому тут главное не промахнуться приклеить ровно что еще очень удобно работать с пластиком вот допустим с древесной пастой мы с вами так не сможем сильно давить на какие-то части да вот древесной пасты потому что хоть она и держит форму до все наши но все равно если мы сильно надавим конечно же мы рисунок испортим с пластика можно работать не боясь давить уже никуда он не денется все он будет держаться ну все наша деталька приклеилась теперь будем приклеивать также вот эту детальку мы ее будем вот так вот крепить так ну что верхушечку мы с вами сделали теперь не свод на них я тоже приклеила скрученный картон и нам нужно будет вот такой вот лепесточек приклеить я брала его вот отсюда с этого молда с этой декоражки вот у меня мог есть то есть мы с вами будем закладывать только вот среднюю часть вот эту вот ее мы и будем использовать здесь можно использовать на низ древесную пасту почему потому что здесь территория очень маленькая площадка то есть наши древесные элементы с древесной пульпы будет огибать все полностью не как в этом случае видите какой зазор вот а здесь полностью он ляжет вот так вот и будет как бы на полностью на площадке тут он не сломается никак маленькая площадь ну что все закончилось здесь приклеила наши улиточки еще одна ножка у нас закончена убираем сторону так вот здесь я вам расскажу на пальцах то есть делала я тоже был у меня молд он и есть и он не знаю здесь в общем закладывала также в молд это самое древесную пасту вот такой элементик внизу такой а вот здесь видите у меня по краям такие как бы мак маленький такие вот молдинге узенькие это обычные шпажечки от для шашлычков то есть я приклеила шпажечку отрезала это острый конец и у меня получилась вот такая окантовочка вот тут уж мы сами не будем принцип принципе работы я вам поняла показала я думаю понятно все а перейдем мы сразу с вами к нашей консольки консольки вот этот элементик был взят вот отсюда то есть мы сейчас с вами будем брать только вот эту часть закладывать буду древесную пасту и выкладывать на наш молд на наше на нашу консольку ну что друзья приклеила я наш элементик декоративный заложила в молд пасту древесную получился у нас вот такой вот молдинг который мы с вами вот сюда вот приклеим вот таким вот образом ну что ребятушки вот что у нас с вами получилось теперь осталось только красить сейчас подсохнет чуть-чуть минут десять дам клею прихватиться и мы с вами начнем все это красить да кстати мы можем с вами еще одну ножку сделать те которые у нас будут с вами на наши переделочки вот наверное с вами сейчас это и сделаем быстренько и так друзья показываю вот ножку я сделала вот такие ножки у нас будут на наши переделочки сделала полностью из пластика значит вот эту часть я сделала заливала в молд пластик вот наша оригинальная деталь к я делала из нее силиконовый молд обливала все это у есть на канале видео ролик ссылочка внизу в описании под видео в общем сделала так из пластика это у нас будет вот так вот приклеиваться а внизу вот такой лепесточек сделала на что хочу обратить ваше внимание выливалась из пластика как нам вылить из пластика допустим не всю деталь а какую-то часть вот я апреля определил для себя вот что на два лепестка я буду выливать остальная часть вот эта мне не нужна я беру обычный детский пластилин и просто вот так вот закладываю ту часть которая мне не нужна оставляя только то пространство которое я буду заливать как древесную пасту как будто в молд закладываю также и пластилин ровняю сейчас вам поближе покажу вот сюда мы будем все заливать дальше у нас пластик не пойдет все и мы четко получим ту отливочку до той определенной до того определенного места которого нам нужно ну что вот сделала я две ножички это для нашей будущей переделки красите их пока не буду потому что я еще не определилась цветом нашей будущей мебели поэтому вот что у нас получилось показываю и убираю их в сторонку окрасить мы будем с вами вот эти вот три заготовочки которые мы сделали так для покраски сначала в первую очередь я их прокрашу на один слой белой акриловой краской ну вот у меня вот такая вот у кого-то может какая-то другая белая акриловая краска эмаль и так первый слой нашей краски высох белый теперь начинаем окрашивать каждую ножку свой цвет значит вот здесь и вот здесь у нас с вами присутствует черный цвет значит я эту ножку я буду полностью выкрашивать черный цвет на консоль кино наши красить черный цвет будут только вот этот рисунок только накладку нашу вот эту вот декоративную только ее буду выкрашивать черный цвет остальное трогать не буду итак друзья покрасили мы с вами в черный цвет здесь декоративные накладочки здесь полностью ножку теперь у нас вот еще ножка вот такая здесь цвет такой дерево каштан и и мы будем красить вот так вот таким вот синишим это тонировочный лак значит цвет каштан очень мне нравится этот цвет он такой знаете сочный красивый ну у кого какие предпочтения вот буду именно каштаном наносить буду два-три слоя с промежуточным высыханием крашу полностью всю ножку этим лаком что мои хорошие рассказываю показываю что этот надела без вас покрыла на 4 на 4 раза эту ножку синишим цвет каштан тонирующий антисептик но он же лак эту ножку покрасила в бордовый цвет краску колеровала сама у меня была краска база c я ее заколеровала в бордовый цвет окрасила эту черный мы с вами покрасили значит после покраски просушки покрыла лаком на два слоя с промежуточным высыханием вот такой лакро бесцветный мне очень нравится работать с этим лаком он недорогой но по качеству мне он очень нравится и этот лак на белой мебели вот белый цвет если у покрасили мебель можно смело этим лаком сверху красить он не желтеет вот не дает желтизны но что плохо он только в глянцевом виде то есть матового такого лака нет так теперь следующий наш шаг беру вот такую кусочек поролона затем беру патину золотого цвета у меня вот такая покупаю в творческих магазинах ребят у кого нет патины обычной золотой краской акриловой пожалуйста но только покрываем золотом после того как мы уже покрыли лаком наше изделие почему потому что если мы дадим золотом а потом сверху покроем лаком акриловым лак акриловый съедает как бы блеск от золота поэтому лучше золотом покрывать после того как вы уже изделие покрыли лаком стеки его хорошо слегка обмакиваю губочку и вот сначала по этим пройдемся вот так прям слегка слегка я прохожусь золотом у нас получается что поверху золото остается а внизу внутри там где в пуклости у нас остается вот такая вот краска и в общем-то что придает еще больше такой объем вот нашей вот этой вот декоративному нашему элементу вот наша ножка первая готова посмотрите как красиво пожалуйста две одинаковые ножички убираем следующая черная все то же самое также обмакиваю слегка золото и пошла вторая наша ножичка готова убираем ну и наша консоль . все то же самое ребятушки проходимся золотом и вторая консоль к будет готова не забываем про наш вот этот вот торец все и 2 готова вот такую красоту мы сегодня с вами навели здесь побольше правда золото да ну ну что мои хорошие на этом все рассказала все что хотел рассказать поделилась с вами вот такой своей выдумкой я надеюсь что это будет полезно и это пригодится многим рассказала про материалы которые использовались использовался пластик фирмы коспол для мягких изделий то есть для гибкого для гибких изделий использовалась древесного паста у нас вот баклажка картон газета я думаю все это найдется у всех ребят если вам понравился мастер-класс если он был вам полезен не забывайте пальчик вверх подписывайтесь на канал у нас впереди еще очень много интересного если остались какие-то вопросики задавайте я на связи я отвечу все ссылочки на материалы на как работать не все будет внизу в описании под видео ну а я готовлюсь к следующей ступеньке нашего мастер-класса большого я вам говорила уже на приду в предыдущем ролике грандиозная переделочка у нас будет вот к ней именно я и готовлюсь в общем-то пойду собираться переодеваться и приступать к работе всем хорошего дня ребята до встречи мастер-класса мастер-класса